Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проводилась с 4 по 9 октября. Ее общая тема – действия органов управления и сил гражданской обороны по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. В первый день члены комиссии по чрезвычайным ситуациям уточнили порядок взаимодействия, состав должностных лиц, выполняющих задачи, маршруты техники, задействованные в эвакуации, проверили готовность систем связи. Второй день был посвящен практическим мероприятиям по эвакуацию, выдаче средств индивидуальной защиты, проверке готовности защитных сооружений к приему укрываемых граждан. План тренировки напряженный, но ведь и задача поставлена не из легких. По легенде, на складе хлора на насосной станции компании «Донрыка» произошла утечка газа. В первую очередь необходимо эвакуировать персонал станции. С этой задачей они справляются успешно, без лишней спешки и паники покидают рабочие места, использовав средства защиты противогаз. Хлор – удушливый газ с резким запахом. Если учесть объем утечки – 2 тонны, направление и скорость ветра, то газ очень быстро достигнет школы, расположенной в соседнем поселке Соколово-Кундрючинский. Необходима срочная эвакуация детей. Звучит сирена, и во двор школы номер 38 из главного и двух запасных выходов торопятся ученики. Директор школы проверяет их количество. Шестой класс, класс и 20 человек, отсутствует трое, эвакуированы 17. Согласно расчетам скорости распространения газа, безопасная зона находится в 500 метрах от здания. Учителя отводят школьников на безопасное расстояние. Хлор тяжелее воздуха в два раза, он стелется по низменной части, то есть опускается в низину. Поэтому мы вас, по легенде, должны эвакуировать пешим порядком в район кирпичного завода. В это время в администрации города идет заседание эвакуационной комиссии. Членам эвакуационной комиссии доложить о готовности к проведению эвакуационных мероприятий в соответствии со своими функциональными обязанностями. Начинается эвакуация населения. И пока одни службы занимаются организацией вывоза людей, другие определяют границы зоны химического заражения. Спасателями аварийно-спасательного формирования была поставлена водяная завеса, то есть защитить на всякий случай от химического заражения участка территории. Центром гигиены и эпидемиологии проводились работы по определению границы зоны химического заражения. Выставлялись указатели зараженных, хлор и так далее. Полиция осуществляла непосредственное отцепление зоны химического заражения. Зона химического заражения отцеплена. На маршруте эвакуации устанавливается водяная завеса. Одновременно в здании клуба поселка Новая Соколовка разворачивается пункт временного размещения граждан. На пункте временного размещения, который находился в клубе, мы приняли пострадавшее население, произвели регистрацию, размещение. Там был открыт пункт медицинский, далее сотрудники полиции организовали дежурство, администрации пункта временного размещения. Также были подготовлены спальные места, пункт питания. Однако масштаб чрезвычайной ситуации может быть намного шире. И тогда средства защиты потребуются для большего числа людей. Во время штабной тренировки были отработаны действия по развертыванию пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. Они были открыты в школах номер 37, 38 и 14. Все эти школы подготовились довольно удачно. Все пункты временного размещения были развернуты в установленное время. Администрация пункта выдачи СИЗ имела всю необходимую документацию для регистрации, списки населения. Также были представлены им территориальными отделами списки нетранспортабельных людей, которым на дом будут вывозиться средства индивидуальной защиты органов дыхания. Проверяем, целая ли мембрана, обсмотрели, стекла тоже целые, дальше снимаем клапан. Теперь руки устанавливаем, задерживаем, вдох делаем, закрываем назад. И когда закроете, оденьте противогаз, делайте резкий выдох, чтобы вышли все газы. Потом рукой прикройте внизу крышечку и проверите, нет ли у вас прописка. Теперь просто закрывайте, все у вас в порядке. В средней школе номер 14 организовали практические мероприятия. В них приняли участие старшеклассники школы. Кстати сказать, на службу в армии навыки пользования противогазом этим ребятам пригодятся. В штабной тренировке были задействованы и предприятия города. На муниципальном предприятии коммунальной котельной и тепловые системы создано нештатное формирование по обеспечению мероприятий гражданской обороны. Эта команда из специалистов создана для ликвидации аварий на тепловых сетях. В арсенале команды запас труб и машина, оборудованная всем необходимым. Специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям проверили также готовность помещений для организации укрытия персонала. Так называемые убежища должны быть обеспечены связью, системами вентиляции, электричества, отопления и водоснабжения. Готовность убежищ продемонстрировали на базе филиала «Донэнерго». Места для приема граждан готовы, двери проверены, закрываются. И филиала «Газпром» газораспределения. Вручную. Вручную, электрический тоже работает. Сейчас можем запрещать. Электрический. Да, все работает. Эти защитные сооружения были приведены в готовность к приему укрываемых. Также мы 10% наибольшей работающей смены организовали укрытие. Проверили жизнеспособность этого защитного сооружения, систему вентиляции, водоснабжения, канализации. Все находится в рабочем состоянии. На базе многопрофильного предприятия «Автомобильный транспорт» создана станция обеззараживания транспорта. А на предприятии коммунальной услуги – станция обеззараживания одежды. Все эти пункты были подготовлены в достаточной мере хорошо. И готовы к работе в условиях чрезвычайной ситуации, в условиях военного времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова